Многократный ДЭС Итак, у нас большая проблема, которая зашита в ДЭС, это длина ключа Но как решать эту проблему? Выкинули ДЭС, заменили его новым шифром Хорошее решение Другое решение Давайте мы сделаем так Несколько раз применим ДЭС к шифрованию В результате у нас длина ключа увеличится Давайте посмотрим, как это может работать Итак, вначале мы должны проверить, является ли ДЭС у нас группой Напомним, да? Есть ли у нас ДЭС группа То есть мы сделали Чифрование 1 Чифрование 2 И должны получить Чифрование 3 То есть мы хоть 10 раз сделаем Чифрование Но все равно Это будет эквивалентно Некому Другому элементу Который тоже Шифровался на исходном ключе То есть В данном случае Нам не приносит Принесет никакой пользы Многократное шифрование Но ДЭС не является группой Ну Понятно, что у нас Количество входов В ДЭС и выходов 2.64 Помним у нас Полные ключи Для того, чтобы Шифровать Вот такой исходный текст У нас Должен быть полный ключ Этот полный ключ Имеет Вот такой размер Ну или 2.70 То есть Если у нас будут Использоваться Такие ключи Тогда Действительно ДЭС станет группой Но У нас ключ Намного меньше 56 бит Это действительно Чуть меньше Чем 2.70 Это значит Что мы даже можем И двойной И тройной ДЭС Применять И все равно Он Группой не будет Являться И чуть не дотягивает Ну и в результате У нас Было предложено Двукратное Применение ДЭС Двукратный ДЭС И трехкратный ДЭС Два ДЭС Дабл ДЭС И трипл ДЭС У нас В Дабл ДЭС Применяется Два раза ДЭС Два каскада ДЭС Делается Для каждого Используется Разный ключ Таким образом У нас Ключ 1 Ключ 2 Два раза Меняется В результате У нас Длина Получается 12 бит Ну Двукратный ДЭС У нас Оказался Уязвим К атаке Открытого текста И При использовании Такой атаки У нас Вместо того Чтобы Теоретически Число испытаний Увеличилось До 2 112 У нас Оно Увеличивается Только До 2 57 То есть Два раза Несерьезно Ну Таким образом Дабл ДЭС Показал Что он Не очень Хорош Нету Смысла Усложнять Переходить На него И Фактически Стал Применяться Трипл ДЭС Крайное Применение ДЭС Ну тут Естественно Мы опять же Должны Выбрать Между Увеличением Стойкости И Увеличением Всяких Опустующих Затрат Например Вычисления На смену Инфраструктуры И так далее В результате Дабл ДЭС Полностью Дискредитировал Себя Он никак Не улучил Его улучшения Были настолько Малые Что Применять его Смысла Нету И мы Дали Применять Трипл ДЭС Трипл ДЭС Есть Двух Вариант В двух Вариантах Существует Трипл ДЭС С двумя Ключами И Трипл ДЭС С двумя Ключами И тремя Ключами То есть Соответственно У нас Длина КП Ключа Увеличится В 2 И в 2 И в 3 Трипл ДЭС С двумя Ключами Вот у нас Два Ключа К1 И К2 Соответственно опять же 111 бит общий у нас и каскада соответственно один раз да сделаем второй раз да сделаем ведь и раз ты сделаем соответственно мы тут к 1 к 1 а тут к 2 меняем в америке он был принят для банковской отрасли значит тут опять же не забыть что нам нужно совместимость обычным дэзом оставить жене радикально другой алгоритм соответственно у нас меняется местами шифрование и дешифрование на среднем каскаде вот с ключом 2 на этом у нас шифрование и дешифрование меняются местами то есть там где у нас шифровка идет у нас идет схема дешифрования там где дешифровка схема шифрования таким образом если у нас есть дес с ключом к то мы применяя трипл дес ключом к 1 равная к 2 равная к можем расшифровать исходный дес вот собственно в этом и есть совместимость при ключом ну соответственно у нас три каскада опять же и каждый каскад использует свой ключ дес ключом к 1 дес ключом к 2 дес ключом к 3 ну когда pgp у нас создавалась наверное это был самый оптимальный чифр ну и исходно pgp использовала именно трипл дес с тремя ключами ну и как он работает опять же все для совместимости у нас ну вот у нас каскад Encryption Decryption и так у нас опять же как при работе с двумя ключами каскады работают при шифровании шифровка расшифровка шифровка и при дешифровании обратно расшифровка шифровка расшифровка ну и это все помогает сделать трипл дес совместимым исходным десом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА